Добрый день! Здорово! Богословений всем также, кто будет смотреть. Сегодня будем рассматривать Евангелие от Иоанна, самое начало, то есть в первую главу, с первого стиха. Я зачитаю. Кто хочет, откройте. Здесь вначале то, что библиисты называют прологом. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человек. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который посвящает всякого человека, приходящего в мир В мире было, и мир через него начал быть, и мир его не познал Пришел к своим, и свои его не приняли А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими Которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились И слово стало плотью, и обитало с нами полная благодать и истина И мы видели славу его, славу единородного от Отца Иоанн свидетельствует о нем, восклицая и говорит Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мной, стал впереди меня Потому что был прежде меня И от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать Ибо закон дан через Моисея, и благодать же истина Произошли через Иисуса Христа Бога не видел никто никогда Единородный Сын, сущий внедрил, чем Он явил Здесь написано очень значимое, о Христе очень много Все три предыдущих Евангелия, их называют синоптические, то есть наблюдатели Знаете, синоптики, они наблюдают за погодой Синопсис, само псинаблюдение Поэтому все три предыдущих Евангелия, они синоптические То есть они последовательно описывают жизнь Иисуса Христа Только среди библистов есть разница во мнении То ли Марк со слов апостола Петра написал Евангелие от Марка А Матфей, как очевидец, его расширил Потому что Матфей очень объемно описал то, что Марк лишь вкратце упоминает Либо наоборот, то, что Матфей написал первый А Марк, то, что он от Петра слышал, он потом записал эти истории Но настолько, насколько он их знал Лука тоже мы читаем в Деяниях Он ходил с Павлом, соответственно, был в этих краях Тоже он вначале написал, что я изучил то, что было и так известно И вот написал как бы Вот, и книгу Деяния А Иоанн пошел совсем по другому пути Тут вообще самое начало Вначале было слово, и слово было у Бога И слово было Бог И плюс потом эти рассуждения То, что оно было вначале у Бога Все через него начало быть, и ничто не начало быть, что начало быть И ты когда читаешь, как минимум я долгое время И многие люди, у кого я спрашиваю Ты это как бы своего рода как головоломку воспринимаешь Ты ее как бы прочитываешь и не вдумываешься Ты дальше уже читаешь И у тебя уже как бы вот этот привычный После трех Евангелий Ты уже здесь тоже ищешь привычное Иисус пошел туда, Иисус пошел сюда Он сделал то, сделал это Но самим началом Иоанн как бы написал очень многое То есть, как бы очень сконцентрированно написал Он здесь указал то, что Во-первых, что слово от Бога И сам Бог, Он пришел в мир И стал человеком Иисусом из Назарета Слово «вочеловечилось» Другие Евангелия, они описывают Иисуса Христа Описывают Его как человека Который совершил, как Христос уже Вот конкретная историческая личность Иисус Он выполнил предназначение То есть, свою миссию Отчего Его и называют Мессией Христос по-другому И Он через воскресение Уже сел одесную Бога Иоанн идет по-другому пути Он не отталкивается от человека Иисуса Христа Через Его миссию Открывшегося как Бога Павел в Римлянах вначале Он это говорит, что по плоти сын Давидов По силе Божьей Воскресивший Его из мертвых Бог, Божий Иоанн идет с другого, так сказать, конца Заходит, он сразу воспринимает Что Иисус это Бог, спустившийся на землю В этом тоже отличие Евангелия от Иоанна От трех предыдущих Евангелий Поэтому Здесь Слово вочеловечилось Он эту тайну Великую тайну Он рассматривает Как бы в контексте Нового рождения Рождения свыше То, что Он и нам говорит Что Пришел к своим От Авраама Еврейский народ Авраама и прозвали первым евреем Имел Такую привилегию Быть Божьим народом То есть Как сказать В этом народе Через отдельных людей Бог первый Открывался им Как бы сделал из них Свой народ Путем последствия Там заповедей Соблюдения Несоблюдения Он с ними общался Воспитывал их И описывается Как вот это Подготавливал К приходу Христа И вот как Так сказать Вершина всего этого Это пришел к ним Мессия И тут Иоанн пишет Не приняли Пришел к своим К тем Которых готовил К тем К которым обращался Через закон Через пророков И не приняли Принявшим И он указывает Как? Поверившим Дал власть Быть детьми Божьими В этом сокрыто Очень большое значение Для нас с вами Для тех Кто уверовал Для тех Кто только слышит Поверие Для тех Кто уверовал И будет другим Передавать эту весть Поверившим Поверит Сделал Сынами Божьими И дал власть Там сложнейшее слово Поэтому Синодание переводит Как власть Также переводится Как право Или переводится Как сила И это слово Оно скорее Юридический термин Оно обозначает Что Когда ты становишься Сыном Божьим Поверил Иисус Христа Бог не предназначил Себе быть Ничтожеством Понимаешь Мы иногда читаем Блаженны нищие Там не имеется ввиду Что это ничтожество Там имеется ввиду Что источник твоей силы Боги И жажда твоя в Боге И удовлетворен Ты можешь быть Только в Боге И ты осознаешь это Не живя с собой Не богат собой Но тоже не имеется ввиду Что ты полное Ничтожество Поэтому это скорее Юридический термин Когда Наследный Клинц Он произносит слово И как будто Само по себе Слово Оно же не имеет Силы Но это не имеет силы Если человек Не облачен властью Но вы представьте Когда какой-то человек Значимый Кого положено Слушаться У кого есть Право Отдавать приказы Он произносит Всего лишь слово Но как это сразу Начинает менять Все вокруг него Как начинает Все двигаться Почему Потому что Бог так установил Что сыны Божии В праве рождения Поэтому дал право Называться Если ты рожден По вере То у тебя есть Право И слово И сила Бог поддерживает Только истинных Своих сынов Людей Которые Являются Его сыновьями По сути Которые Они Двигаются Так как им Бог повелевает И вообще Их вся жизнь Так подчинена Богу Божьему плану Божьему замыслу Что Они уже не маленькие дети Которому надо Каждые пять минут А папа Так сделать Или не так сделать Нет Как они двигаются Это и есть Распространение царства Потому что Их жизнь не в этом Если твоя жизнь Она всего лишь Кусочками маленькими Отдается Богу Например от собрания До собрания Иногда что-то у него попросит Не удивляйся Что у тебя нету этой власти Почему Потому что Ты на 99% Подчинел миру И тогда Если Бог И будет Того руководить То через обстоятельства Он тебя будет Просто прости Чтобы ты окончательно Не потерялся Вот Но это отступление Мы начали Чтобы вначале Было слово Вообще Кто помнит Какими словами Начинается Библия Библия начинает Своё повествование Бытие 1.1 Вначале сотворил Бог небо и землю Не открывается Вначале Там описывается Отворение Вначале сотворил Здесь Иоанн использует термин Вначале Было То есть он представляет слово Как вечное Что оно было До того Как что-либо Бог сотворил Слово Оно было Поэтому Здесь говорится Даже не в том Что кто был Раньше А вообще Как суть всего Что Бог Он вечно пребывающий Он сотворил То что он сотворил И описывается Что отец творил Через сына Что все сотворено Через него И ничего не сотворено Без его участия И у этого есть Определенный план У этого есть Определенная цель У этого есть Определенный смысл Поэтому Иоанн объединяет Вначале было слово И слово было у Бога Хотя бы Сразу Внешне так не кажется Но в этом даже Отрывке Тоже Подсвечивает Частично приоткрыто Тайна Троицы Что Слово Которое Иоанн представляет Как Иисус из Назарета Оно уже Вначале Всегда было Что это Личность Отдельная От Отца От того Кого мы преимущественно Понимаем Как Творца Но в то же время Это Бог И поэтому Тоже здесь Не в прямую Он больше не об этом говорил Здесь говорится о том Что Сын и Отец Они всегда были То есть Как порождение Сына Делает Отца Отцом То же самое И наличие Отца Делает Сына Сыном То есть Как бы Когда человек Становится Отцом Когда у него Рождается Ребенок Вот Понятно что Еще присутствует Дух Святой Но здесь Не об этом И поэтому Давайте Легче На телефон Искать В нем была жизнь И жизнь была Свет Человеков А также Псалом 32 6 Словом Господа Сотворены Небеса И Духом Уст Его Всеволенство Даже В Ветхом Завете Уже Было Известно Уже Псалом Аперцы По Откровению Понимали Они не Понимали Что Слово Это Личность Но Они Понимали Что Это Действующая Сила Также Евреям 11 2 В ней Здесь Говорится Про веру Вне Свидетельственные Древние И Иакова 1 8 Так Не знаю Жена Писала Может Что Другой Но Не Суть Верно Секрама Псалом 137 2 Поклоняюсь Пред святым Храмом Твоим И славлю Имя Твое За милость Твою И за Истину Твою Ибо Ты Возвеличил Слово Твое Превыше Всякого Имени Твоего В Ветхом Завете Этот стих Привлекал Внимание И привлекает Потому что Ничто Так не Почиталось Евреями Как имя Бога Мы думаем Что Бога Зовут Бог Или Господь Это Как бы Его Титул Если говорить В человеческом Акваленте Это его Титул Вот Но Как его Зовут Сущий Кто-то Сейчас Говорит Иегова Или Яхвы Это Имя Четырех Буквей Оно Из четырех Буквей Состоит Оно Было Настолько Святым Что В современном Языке Потерялось Как оно Произносится Кто-то Говорит Да Тетраграмматом Четырех Буквей Кто-то Говорит Что Иегова Это Точно Неправильно Потому что Это Совмещение Двух Слов Было Известно Вот Это Четырех Буквей Это Все Согласные Просто Взяли Из Другого Слова Кто-то Пытается Произносить Эти четыре Буквы В современных Языках Больше На Яхве Или на Ягвы Похоже Не суть Суть в том Что для евреев Это имя было Так свято Что Слух Произносить Нельзя Было За Произношение Твоего Имени Убивали И вдруг В Ветхом Завете В котором Это Так Все Было Свято Вдруг Псалмопевцы Откровение И плюс Бог это подтверждает Помещается Слово Ты Привознес Слово Своё Превыше Всякого Имени Твоего Уже Тогда Это Казалось Очень Странным Вроде Слово Это Знание О Боге А имя Это Имя Самого Бога Но Иоанн Это Понял И Выразил В том Что Иисус Своей Жизнью Он И выразил То Максимальное Знание Бога Которое Мы Можем Получить Потому Что То Что Сейчас Делает Дух Святой С каждым Верующим Который Желает Пойти До Конца Который Не Желает Быть Просто Прихожанином По Воскресенью Это Сотворить В тебе Личность Божьего Сына Божьего Ребенка И Тогда Иисус Всей Своей Жизнью Он Максимально Это Выразил И Тогда Это Уже Знание Не У Бога А Знание Самого Бога Поэтому В Ветхом Завете Псалом Аперцы Получают Такие Откровения Что Словом Своем Ты Все Сотворил Что Слово Твое Превыше Имени Твоего Они Уже Дух Божий Он И тогда Уже Показывал Подсказывал Что Придет Тот Кого И зовут Словом Откровение Есть Видение Иисуса Которое Есть Слово Божье Он Там Тоже Одно Из Его Имен Слово Божье Поэтому Псалом 109 3 В день Силы Твоей Народ Твой Готов У Благолепие Святы Не Счева Прежде Деницы Подобно Росе Рождение Твое Наверное Надо Прочитать Этот Стив В Более Современных Переводах В день Твоей Силы Твой Народ Соберется Вокруг Тебя Они Будут Одеты Во Всем Великолепие Святости Как Росущая Вазари Я Родил Тебя Здесь Говорится О порождении Иисуса Христа Сына Божьего Что Народ Соберется Кто Есть Народ Это Те Кто Веруют В Него Во Всем Великолепие Святости Бог Хочет Собрать Свой Народ И Сделать Его Великолепным И Здесь Слово Был Бог Многие Так Считают И Самое Простое Поверхностное Толкование Здесь Как Будто Утверждается Что Второе Лицо Троицы Иисус Христос Это Бог Это Во-первых Написание Евангелия От Иоанна И не Было Никакой Тайны Уже Существовали Три Евангелия И Для христиан Вообще Никогда В Первый Век Не было Проблемой В понимании И плюс Даже Грамматически Если бы хотели Это утверждать То написали Что слово Было Богом А здесь Гресс Что само Слово Было Бог Я пытаюсь Объяснить Вот эту Трудную Вещь Связанную Именно С Рождением Поэтому Я привожу Все стихи Где Говорится О Рождении Появлении Бог Так Выразился Через Свое Слово Что Иисус Христос Это Есть Максимально То Что мы Можем Понять Представить Почувствовать Потому Что Чтобы Это Тебе Читать Тебе Надо Откровение Это Писание Пока Ты читаешь Божьего Духа Ты не Понимаешь На данный Момент Тебе Что Делать Мы Надо Говорим Ну Тебе Надо Посоветоваться Там Почитать Слово Ну И Что Мне Слово На Некоторые Вещи Вообще Не Говорит Что Делать И Как Делать И На Некоторые Вещи Предлагает Несколько Вариантов А На Некоторые Может Я Слишком Мало Понимаю Чтобы Понять Что Он Мне Вообще Говорит Или Что Мне Все Слово Надо Прочитать Чтобы Понять Вообще О чем Что Оно Говорит Во всей Полноте Про То Что Происходит Поэтому Мне Нужно Откровение А Вот Уже Чтобы Совершить Чудо Веры В тебе Бог Использует Слово Да В этом Оно Уникально Он Не Скажет Тебе Комикс От Марвела Почитай Я С тобой Поговорю Хотя Бог То Как Бог Может Поговорить С тобой Через Все Ты Слышишь Иисус Стал Выражение Вообще Вот Это Вот То Что Слово Было И то Что Библия Батие Начинается Вначале Было Идет Пересечение Идет Так Сказать Столкновение Мира Человечества То Есть Вот Нас С вами И Божья Реальность Потому Что Мы С вами Не Являемся Как Бо Ни Целью Ни Конечной Реальностью Самой Реальностью Является Бог Он Вечен И Не Изменен И Свой Народ Он Приводит К Себе То В конце Концов Верующие Придут В Его Реальность Просто Как Большинство После Смерти То Есть Ну Не Поймут В этой Жизни Ничего Серьезного Потому Что Ограничивают Проявление Бога В своей Жизни Для Людей У кого Бог Только По Воскресенью Понимаете Как Ну Это Твой Гость Да Ты Пытаешься С Ним Дружить Чтобы Он Что Сделал Понимаешь Тогда Его Не Узнаешь Очень Хорошо Да Когда По Благодати Вожьи Туда Идешь И Кто Может Как Бы Из Огня Представь Вот Если Тебя Вытили Из Огня Вот Ты Помер Через Минут Там Весь Вожоп Понимаете Такая Жизнь Которая Действительно Она Не Вызывает Ни Восхищение Нежелание Ее прожить Мы Наверное Думаем Почему Люди Некоторые Не следуют Хотя Видеть Рядом С собой Христиан Такая Жизнь Она Не Вызывает Но Бог Хочет Чтобы Ты Полностью Был Отдан Ему Посвящен Ему Потому Что Что Есть Бытийность Человека Это Мы Во Все Наготили Кто Ты Есть Когда Один Сам С собой Если Ты Здравомыслящий Трезвый Человек Ты И Бог В Иисусе Христе Показал Кто Он Есть Мы Не Смогли Бы Это Понять По-другому И Плюс Он Так Решил И Он В Иисусе Христе Показал Кто Он Есть Поэтому Бытийность Бога И Бытийность Человека Она Соприкоснулась Но Не Пересеклась Потому Что Написано Что Он Был Подобен Нам Во Все Кроме Греха Понимаете Но Грех Это Несвойственный Человек Человек Не Был Задуман С Грехом Внутри Человек Стал Грешен После Грехопадения Поэтому Иисус Стал Полностью Человеком Но В Чистоте И Он Прожил Угодно Всю Жизнь И Он Хочет Дать Тебе Вот Эту Силу Жить Не Просто Чистой Жизнью Потому Что Свят Мы Не Так Е Понимаем Мы Люди Что Это Противоположность Греху Кого Ты Не Спросишь Что Как Литер Святые Люди Тебе Сразу Скажут Которые Не Грешили Я Советую Возьми Библию Читая От Давида По Петра Читая Как Они Не Грешили Один Там Людей Убивал Чужими Руками Прелюбодействовал Другой Там От Учителя Своего Отрекался Уши И Рубил Иногда Как Б Внутри Своей Веры Заднюю Включал Еще И Трансформировался Под Расстоятельством Даже В Деяниях Потом Павел В Галатах Он Описывал Как Это С Петром Происходило Нет Святые Люди Это Люди Которые Отданы Богу Потому Что Давайте Подумаем Если В любом Контексте Мы понимаем Святость Но В Боге Вообще Греха Нет Написано Что Он Он Есть Свят И В нем Нет Тьмы А Бог Определяет Кто Святой Что Такое Святость Он Говорил Будьте Свят Ибо Я Свят А У Бога Нет Борьбы С Грехом Поэтому Твое Понимание Что Святость Это Противоположность Греху Это Не Верно Отсутствие Греха Это Твоя Чистота А Твоя Святость Это Твоя Как Твоя Жизнь Отдана Богу Отдана Ли Она Ему Потому Что Это Как В Ветхом Завете В Скине В храме Были Сосуды И Они Были Богослужебные И Соответственно Понятно Что Они Всегда Были Чистыми Они Были Почему Чистыми Потому Что Их Уже Посвятили На То Для Чего Они Были Там Предназначены В храме Понятно Что Ни Для Чего Другого Не Отдано Богу То Ты Сам Бог Тебе Будет Помогать Ее Содержать В чистоте А Просто Вести Свою Жизнь Пытаясь В ней Не Грешить Не Нарушать Божьи Заповеди Чтобы Этим Угождать Богу Это Очень Трудно Ты Все Равно Не В Божьем Находишься Как Что Не Испачкаешься Тогда Чтобы Тебе Не Испачкаться Тебе Надо В Божьем Находиться Чтобы Он Тебя Употреблял Под Свои Цели Как Один Из Первых Таких Послеапостольских Отцов Как Называют Августин Говорил Как Уберечь Котел От Мух Договориться Варите Мне Мухи Не Лезут В Кипящие Поэтому Если Ты Для Бога Горишь То И Грехи В Тебя Не Лезут Ты Занят Причем Занят Богом А Он Святой Он Тебя Наполняет Тогда В Тебя И Грехи Не Лезут Поэтому Ты Можешь Отвлечься Отойти У Давида В чем Была Проблема Когда Он Севсаев Это Любодействие Не То Что Он Ее Увидел Чего Не Видел Там Несколько Жен Было Уже Куча Детей А В том Что Он На Войну Должен Был Идти Не Пошел У него Как Было Своё Предназначение Он Его Отказался Исполнять Конечно Он Стал Открытым Для Чего Да Для Первой Чего В Него Залетело Увидел Красивую Девушку Попала В Неск И Все Уже Весь Процесс Пошел Вот Поэтому Нам Также Надо Смотреть Давайте Откровение Там Есть Такой Момент Очень Хороший Четвертая Глава Со Второго Стиха Я Зачитаю Да Никаких Я до конца Не научусь Приложением Пользоваться И тотчас Я был в духе И вот Престол Стоял На небе И на престоле Был Сидящий И сей Сидящий Видом Был Подобен Камню Яспису И Сардису И Радуга Вокруг Престола Видом Подобная Смарагду И Вокруг Престола 24 Престола И На престолах Видела Я сидевших 24 Старца Которые Обличены Были В белые Одежды И имели На головах Своих Золотые Венцы И От престола Исходили Молнии И гром И Глаз И Семь Светильников Огненных Горели Перед Престолом Которые Житель Которые Было Есть И Грядет И Когда Живые Воздают Славу И Честь И Благодарение Сидящему На престоле Живущему Во веки Веков Тогда 24 Старца Падают Предсидящим На престоле И поклоняются Живущему Во веки Веков И полагают Велцы Свои Перед Престолом Говоря Достоин Ты Господи Принять Славу И Честь И Сил Ибо Ты Сотворил Все И Все По Твоей Воле Существует И Сотворено Вот Это Самое Открытое Место Где Бог Показан Во всей Своей Славе Причем Это Место Показано Во всей Библии Несколько Раз Но Оно Всегда Показывается Снизу Вверх Только Иоанн Написано Был В духе На Небе Когда Моисей Подымался На Гору И Весь Народ Поклонялся Входу В Своей Шатры Они Видели Подножие Трона Там Описывается Этими же Словами Подножие Трона Когда Исайя Имел Свой Призыв На Служение Он В храме Увидел Славу Божию Он Тоже Увидел Сидящего На Трона И Лишь Края Его Одеж Написано Края Лис Наполнили Храм И Храм Наполнился Божьей Славой Они Даже Не Могли Там На Храм Прокомментировал Один Проповедник Что Бога Мы Не Можем Увидеть Даже Краеш Его Слава Это Максимум То Что Мы Можем Усвоить И То Это Нам Двигаться Не Дает Часть Этого Видения Видела Языки И Он Видел Этих Живых Я Специально Читал Не Животных Как В Синодальном Переводе А Живые Там Зон Написано Это Просто Обозначает Живое Это Обозначает Что Это Не Камень Не 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 Это Живые Вот Просто Синодальный Перевол Живые Вот И Здесь Только Это Единственное Место Где Прям Во Всей Такой Полноте Грандиозности Показано Видение Божьего Даже Не слава А уже Самого Бога Просто Его Не Видно Здесь Во-первых Здесь Написано Что Достоин Ты Сотворивший Здесь Все Творение Поклоняется Своему Творцу Ты Божий И грешишь Против Бога Даже Тем Что Не Сдаешь Ему Славу Потому Что Ты Его По Праву Творение Даже Сам Факт Что Он Тебя Сотворил Это И делает Тебя Его Вот То есть Иисус Тебя Искупает Из Твоей Человеческой Бытийности Где Ты Уже Продан Греху Где Ты Уже Грешный Человек Где Ты Сам Забудший Человек Где Ты Никак Не Дойдешь До Бога Своими Силами Но Ты Божий Потому Что Как Мы Можем Совершить Преступление Против Того Если Мы Не Принадлежим Ему Но Ты Божий Потому Что Он Тебя Створил Уже Одно Это Делает Тебя Подотчетным Здесь Написано И Показано Что Творение Поклоняется Творцу Только За Сам Факт Что Он Створил И Здесь Именно Во всей Грандиозности Подчеркивается Так Сказать Суть Бога Сущность Бога Эти Живые Существа Которые Полны Очей Они Закрывают Бога Творение Потому Что Грешному Творению Нельзя Видеть Славу Божьему Поэтому Здесь Бога Особенно Еще Не Видно Все Равно Даже Живые Существа Вокруг Трона На Троне Мы Еще Пока Не Можем Разглядеть Бога Это Как Считают Теологи Люблисты Это Третье Небо То Куда Тоже Павел Был Скорее Всего Поднят Рай По Другому Но Это Еще Не Новое Небо Новое Небо В конце Книги Откровения Она Уже Не Показ То Грешному Творению Нельзя Видеть Бога В Его Чистоте И Святости Бог Не Поэтому И здесь Говорит Свят То Есть Вот Как мы Обсудили Что Бога Святость Это Не Как у Тебя Это Не Противоположность Греху Он Не Имеет Греха Не Имеет В себе Тьмы Это Больше Показывается Его Так Сказать Исключительность Эксклюзивность Неповторимость Поэтому Этим Живым Вокруг Него Им Не Скучно Они Должны Думать Что Они Миллионы Миллионы Лет Повторяют Одну И ту Же Фразу Как Заевший Могнитофон Нет Написано Что Даже Они Покрыты Очами Им Дано Более Так Сказать Эксклюзивное Право Видеть Бога У них Не Два Глаза У них Их Больше И Даже При Этом Они Видят Настолько Уникального Бога Настолько Бога Чудесного Настолько Бога Прекрасного Что Вот Как Они Под Впечатление Они Только И Могут Это Повторять Свят 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 То Есть Для Них Бог Прекрасен Чудесен Удивителен Они Очень Близко К Нему По Вере Ты Можешь Узнать Такого Бога Ты Не Должен Ограничивать Бога Собрание Всего Лишь Как Б Своей Молитвой Причем Где Ты В основном Только Просишь Бог Может Стать И Хочет Стать Величайшим Чудом Твоей Жизни Величайшим Откровением Твоей Жизни Источником Вообще Тебя Даже Не Твоей Силы А Вообще Источником Тебя Поэтому Мы Как Люди Не Способны Это Понять Нам Нужна Вера И Нужно Откровение Для Этого Потому Что Мы Начали Говорить Про Бытийность Человека И Больше Всего Больше Всего Над Этим Распуждает Книга Иова Возьмем Из нее Одно Место Иова 37 Глава Здесь 23 24 Стихи Здесь Говорит Один из Друзей Иова Когда Иова Постигли Все его Несчастья У него Пропало Все Имущество У него Погибли Все Дети Он Потерял Все Здоровье И В принципе Находился На Грани Смерти И К нему Пришли Его Друзья И Из-за Фразы Что В конце Книги Бог Говорит Что Гнев Мой На этих Людей Потому Что Они Говорили Обо Мне Так Верно Как Рат Но Иов Мы Почему Думаем Что Когда Их Слова Они Яйца Выдел Но Это Не так Это Были Люди Которые Пришли К Иовну Представьте Это Человек Который Был Написан Что Он Известен Был На Все Воскропе У Него Были Дети У Него Было Огромное Имущество Он Все Потерял Причем Детей Дети Погибли Все Имущество Разграбили Слуг Убивали И Плюс У Него Здоровье Ушло Он Вообще Весь Вгнули И В Червях Ее Живем Живут Черви Вот Мы Знаете Мы Огорчимся Чем То И Все Как Будто Жизнь Кончилась А теперь Представьте Человек Вот В Этому Состоянии Если Для Нас Так Значимо Наши Маленькие Огорчения Представьте Человек В Вот Мне Интересно Такому Человеку Чего Тут Можно Посоветовать Тогда Что Они Сделали Они Сели И Неделю Постились Они Не ели Ничего Просто Сидели Рядом С ним Это Были Не Поверхностные Люди Это Не Были Просто Три Прохожих Это Не Были Балаболы И Вот Такие Люди С Ним Рассуждали У Этих Людей С Рассуждением Все В Порядке Потому Что Мало Кто Чтобы Дать Человеку Совет В трудной Ситуации И Неделю Поститься По моему Опыту В церквях Таких По сути Не Присутствует Там Три Человека В одном Месте Оказались Непростых Тоже Людей Бог К нему Привел И Допустил И Вот Как Бы Пиком Всех Разговоров И Стала Вот Тридцать Седьмая Глава Двадцать Четвертой Стихи Вседержитель Мы Не Постигаем Его Он Велик Силою Судом И Полнотой Правосудия Он Никого Не Угнетает Посему Да Благоговеют Пред Ним Люди И Дотрепещут Пред Ним Все Мудрые Сердца Первое Что Этот Человек Понял Что Вседержитель Что Бог Абсолютная Власть Над Своей Твоей Ну Многие Люди Кто Не Знают Бога Но Все Так Наделяют Его Могущество Они Думают Ну Да Он Есть Он Действительно Великий Боже Кто Но Мы Постигаем Его Он Велик Силою Судом И Полнотой Правосудия Внутри Человека Живет Понятие Справедливости Не Все Его Правильно Понимают Но Само Понятие Что Есть Некая Справедливость Присутствует Людям То Здесь Говорили Мудрые Люди В Полноте Человеческой Мудрости Насколько Можно Было Человекам Понимать О Боге Они Понимали Даже Многие Великие Мыслители Например Гетте Он Сказал Что Самые Великие Слова Сказанные Людьми То Не Богом К Людям А Людям К Богу Вот И Поэтому Он Никого Не Угнетает Посему Да Благоговеют Пред Нем Люди И Трепещут Пред Нем Все Мудрые Сердцем И Все Ж Это Вот Как Он Понимал Суть Этого Была Что Мы Все Равно Бога Не Понимаем Поэтому Нужно Было Откровение От Бога Чтобы Вот Этой Своей Небесной Славы Которую Иоанн Увидел Откровение Описал Чтобы Бог К нам Спустился Но Как Это Может Быть Если В Откровении Есть Еще Место Называется Ведение Белого Престола Вот Этот Престол Он Переливается А Есть Видение Белого Престола И Многие Я Сам Так Понимаю Что Белое Это Просто То На Чем Если Бог Есть Свет В Белое Вот Этот Метер Картона Или Пластика Он Весь Белый Но Если Даже Ты Его Скрутишь И Ты Обнаружишь Что Вот Этот Белый И Вот Этот Белый Они Не Одинаковые Человек Даже Не Может Только Профессионалы Могут Отличать И То Редко Один Оттенок Человек В Сам Видит В Два Три В Четыре Оттенка Разница Но Когда Мастеру Надо Покрасить Машину Она Может Быть Грязная Она Может Быть Сразу Заколированная Он Берет Линейку Прикладывает И Он Видит Что Цвет Белый Но Шестой По Белизне Понимаете Он Только На Сороковом Представьте Только На Сороковом Переходе Он Становится Серым Что Ты Из Рима Уже Можешь Сказать Но Это Уже Не Белая У Олимпийский Снег Еще Какой То Но Как Белый И Вот Ты Можешь Жить Чистую Очень Чистую Понимаете Но Бог То Только Святой Его Мерила Он Только Померяет Людей Насколько Они Поэтому Очень Важно Быть Его Потому Что Мы Начали С силы С могущества С понимания Бога С попыток Его Познать Так Вот Когда Бог Во всей Своей Можно Сказать Карасе Вел Вот Этим Серафимом Или Херувимом Разойтись Написано Что Небо И Земля Взорвались Еще Одна Из Функций Почему Эти Существа Вокруг Бога Он Пока Сдерживает Свои Дни Он Не Дает Ему Вырваться Он Дает Время Людям Покаяться Есть Такое Понимание Как Протяженность Человеческой Истории И Мы Просто Не Знаем Тебе желаешь прожить До 70 лет Хотя Был До 80 Да Но В реальности Ты же Не Руководишь Этим И Даже Не Знаешь Над Многими Событиями Не Власти На Машину Тебя Может Забить Рак У Тебя Может Начаться Вот А Бог Знает Вот Поэтому Есть И У Каждого Человека Время Обращаться К Нему И У Человечества Есть Время Вот Поэтому Иисус Он Оставил Свои Атрибуты Бога Именно Вот Этому Понимаете От него Небеса Вспыхнули Если Он Как Бог Сошел На Землю Небеса Вспыхнули Это И Описывается В Откровении Когда Уже Все Человеческая История Заканчивается Бог Садится На Белый Престол Чтобы Судить Написано Вот Живые Существа Расходятся И Все Написано Там Такое Еще Интересное Слово Трудно Перевести На Русский Ну Короче Говорю Представь Шарик Вот Его Проткнули Вы Видели Что Когда Шарик Взрывается Его Еще Отшвыривает Вот Этот Лоскуток Вот Там Вот Это Слово Описывается Что Небо И Земля И Написано Что Вот Их Рвануло И Отшвырнуло В Сторон На Русском Одним Словом Трудно Перевести Вот Чтобы Полина Как будто Шарик Летал Себе Летал На Кактус Наткнулся И Вот Ты Видишь Как Этот Лоскуток Полетел Куда То Уже Это Не Шарик Вот То Что Произойдет Створение Бог Замыслил Что В Вечности С Ним В Его Общение В Его Святости В Его Красоте В Его Величии Пребудут Только Те Кто Уверуют Откровения От Бога Нет Чудо Веры В Тебе Не Произошло Ты Никогда Не Поймешь Поэтому Нам Нужна Вера Нам Нужно Откровение Чтобы Понять Кто Есть Бог Потому Что Высшим Откровением Бога О Себе Вот Это Его Нелогичность Вот То Есть Наши Мысли Это Не Его Мысли И Бог Сам Говорит Что Ваши Мысли Это Мои Мысли Пути Мои Не Пути Ваши Поэтому Никогда Ты Не Понимешь Бога Логикой Не Помогает Накапливать Знания О Боге Надо Знать Бога А Для Этого Надо Жить С Богом Надо Быть Близко К Богом Достичь Вот Этой Близости С Богом И Там Как Специально Поставленные Эти Существа Они Это Понимают Они Взирают На Бога Ближе Всех Ис Граница Дальше Которой Нельзя Творению То Есть Даже Бог Это Еще Более Высшая Реальность Чем Там Показано Там Еще Показано Изменяемое Творение Там Еще Может Все Измениться Там День И Ночь Взывают Еще Есть Души Которые Ждут Когда Еще Кто-то Будет Души Убитых За Свидетельство Когда Еще Кто-то Будет Убит За Свидетельство Присутствует Там Еще Что-то Меняется С Богом Уже Будет Реальность Неизменная Где Уже Будет Бог Реальностью И Высшее Откровение Бога Это Иисус Христос На Хресте Вот Эта Логика Нельзя Понять Это Представить Заранее Никто Не Мог Народ Который Имел Больше Тысячи Лет Записанное Слово И Все Выдающиеся Самые Так Умные Образованные Из этого Народа Изучали Записанное Слово Бог Корректировал Пророками Которые Корректировали И влияли На жизнь Царства На жизнь Народа Ряд из них Стали Записанными Пророками Потому что В Библии указаны Незаписанные Пророки Просто Назву Человека Пророком Нету Его Книги Его Речи Только То что Он Там Говорил И Все равно Эти люди Не поняли Кто Есть Иисус Христос Когда Он Пришел Свои Не Приняли А Вот Верующие Становятся Детьми Тебе Нужно Это Откровение Тебе Мне Всем Не Только Чтобы Уверовать Принять Принять Христа Это Это Не Конец Всего Это Наоборот Начало Но Именно Чтобы Принять Вот Эту Власть Принять Эту Силу Стать Именно Сыном Божьим Полноценным Совершеннолетним Которых Отец И хочет Чтобы Вот Их Называли Его Сынами Дочерями Тебе Нужно Быть С ним Близко Даже Верующим Нужно Это Откровение Потому Что Ибо Так Своего Сына Кто Мог Представить Что Во всей Этой Грандиозности Из всего Этого Величия Где Богу И так Поклоняется Все Творение Он Не мучается Комплексом Что Ты на него Внимание Не обращаешь Он Наоборот Он Дал Тебе Время Что Ты Покаяться Успел Что Ты Не обращал Внимание Он Бы Время Мог Прекратить Уже Он Просто Дал Вот Это Время Чтобы Ты Успел Покаяться Успел Присоединиться К Божьему Народу И Божьему Народу В силе В славе Но Для этого Ты должен Быть с Богом Очень близко Ты должен Влюбиться В Бога Ты должен Получить Откровение Кто Есть Бог Этим Существам Дана Привилегия Но В то же Время Изавра Выбор Потому что Ангельские Существа А мы Люди Нам Единственного Дана Такая Привилегия Как сам Выбор Может быть Мы и хотели Чтобы все Само собой Двигалось Но нам И дана Сама Привилегия Которая Есть Сам Выбор Что Ты можешь Не просто Знать О Боге Не просто Его Иногда Славить Но Ты как Человек У тебя есть Эмоциональная Составляющая Ты можешь Влюбиться В Бога Быть Я не побоюсь Этого слова Одержим Следованием За Богом Переполнен Его Духом Вот Таких Отношений Хочет Бог От нас Такие Отношения Он Отдал Своему Сыну Представьте Что Его Любовь К нам Выразилась В максимальнейшем Значении Из этой Вечной Славы Иисус Спустился На землю И стал Человеком Чтобы Показать Немогущество Отца Если бы Иисус Хотел показать Своё Могущество Небеса И земля Вокруг Него Вспыхнули То есть Просто Покаяться Никто А Он показал Характер Бога Иисус Выразил Поэтому Слово Это Бог Это очень Трудное Понятие Бог Сконцентрирован Как личность В Иисусе Христе В рассматривании Этой личности Ты рассматриваешь Самого Бога Поэтому Иисус Говорил Одному Из апостолов Кому Фамилию Покажи нам Отца Ты меня Видел Филипп Ты меня Видел А Разве Он видел Вот это Великолепие Неба Где все Поклоняется И преклоняется Перед Творцом Нет Но Он видел Иисуса И характер Бога Его любовь Его сострадание Его Человеколюбие И вот Пик этого Это распятие Иисуса Христа На Христе Потому что Это не цепочка Случайных событий Это не Нелепость Какая-то Не горе Постигшая Беда Постигшая Великого Учителя Нет Именно Все Так И было Предопределено Уже Эти гвозди Откованные Лежали Уже Эта деревяшка Там Лежала Уже Эти воины На службу Поступили Цель Всего Этого Была Чтобы Они Однажды Иисуса Распяли Руками Беззаконных Пригвозили К кресту Божий народ Евреи Настолько Хитрые Они Даже Распяли Не своими Руками Так Если Что Как будто Они Даже В стороне Были Но Не суть Суть в том Что Это Есть Выражение Божьей Любви И вот Это Его Действие Когда Говорят Что Люди Говорят Я верю Иисуса Христа И принимаю Его Жертву За Меня А Как Ты Это Делаешь Есть Достойное Есть Недостойное Принятие Если Это Правда И ты Сам Отверждаешь Что Ты Веришь В То Эта Жертва Достойна Всей Жизни Твоей Понимаешь Если Ты Правда Веришь Что Иисус Сын Божий И сам Бог Спустился И прожил Человек Он Был Распят И Это В Библии Названо Признание Любви Это Он Не Долг Перед Отцом Исполнил Это Не Насильно Его Заставили Он Говорит Я Сам Отдаю Свою Жизнь И Это Написано Что Это Признание Бога В любви К людям Тогда Вся Твоя Жизнь Может Вот Это Бог Не Заставляет Делать Он Не Говорит Должна Быть Признанием Любви Но Может Вся Твоя Жизнь Может Быть Признанием Любви К Богу И Тогда Тебе Не Надо Будет Объяснять Доказывать Что Нужно Сделать У тебя Будет Жизнь Посвящена То Что Сделать Как Сделать Все Не Получается Надоедает Такая Жизнь Я Соглашусь Она Правда Мне Нравится Никого Не Привлекает И Никому Не Интересно Но Люди Которые Влюбились В Бога Они Все Готовы Ради Него Сделать Такой Человек Не Воспринимает Служение Как Что Угнетающее На Вроде Радость Это Возможность Угодить Своему Любимому Богу Это Возможность Еще Что-то Сделать Это Даже Невозможность Любящие Люди Они Стремятся Находиться Вместе Не Надо Доказывать Что Надо Находиться Вместе Жениху С Невестой Не Надо Доказывать Что Надо Находиться Вместе Люди Как В семье Видят Есть Любовь Или Нет Это Прекрасно Видно Одно Дело Когда Жена На Кухне Готовит И Смотрит Телевизор Муж В Зале Готовит Просто Смотрит Телевизор Дети Не Пойми Где Шляются Не Надо Объяснять Что Там Не Очень Как Атмосфера В Семье Другое Дело Когда Ты Видишь Что Людей Аж Тянет Друг 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 Тоже Не Надо Никому Доказывать Что Первых Христиан Так И Замечали Люди Говорят Смотрите Как Они Любят Друг Друг Люди Увидели Любовь Не От Мира Люди Не Родственники Многие Не Получают Воздаяния Никогда Ничего За Это Взамен Не Получат Но Что То Делают Причем Делают С Радостью С Наслаждением Почему Потому Что Иисус Говорит Ученики Они Это Чувствуют Даже Не На Уровне Понимания Они Это Чувствуют Они Служат Этим Служат Тем А В Этот Момент Они Находятся В Присутствии Своего Бога Вот Часть Этого Небесного Великолепия Спускается В Твою Сердце И Твою Жизнь Вот Такая Жизнь Конечно Привлекает Люди Почему Потому Не Ты А В Тебе Бог Чувствуется И Ты Сам От Такой Жизни Не Устаешь А Вот Я Еще Послужу Как Я Устал К Концу недели Нет Ты Наслаждаешься Такой Жизнь Такая Жизнь Сама Тебя Кормит Иисус Разговаривал С Самарянкой Как Человек Он Был Очень Уставший А Ученики Принесли Ему Пищу Он Сказал Да Все Я Уже Данец Потому Что Он Волю Отца Выполнял Когда Он С Женщиной Разговаривал Когда Он Глаза Открыл Когда Она В Бога Поверила По-настоящему И ученики Пришли И он Сказал Все Я наделся Они Думали Откуда Может Есть Приносил Там Написано В Евангелии Это их Недоумение Даже Может Наталья Что-то Принес А Он Говорит Воля Творить Волю Отца Пищи Поэтому Люди Которые Они Влюблены В Бога Они Идут За Богом Они Бегут За Богом Они Ищут Бога Они Переполнены Ты думаешь Они должны Быть Самыми Уставшими Смотрим Они Переполнены Почему Потому что Бог С ними Они С Богом Вот Это Вот это Суть Христианства Вот это Иоанн Пытался Показать Кто Такой Иисус Христос Чего Он Сделал На Этой Земле И Он Показал Что Это Именно Вот Он Начал С того Что Бог Спустился На Землю Вот Об этом Хотел Поделиться Спасибо Что Слушали Пусть Бог Вас Благословит Мы Только Слышали Ну и Прият С Слышал Бог Благословит Новый Продолжение следует... 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 Продолжение следует...